Третий Московский городской съезд педиатров проходил с 4 по 6 октября в здании правительства Москвы на Новом Арбате. В нем приняли участие более тысячи специалистов, педиатров, детских эндокринологов, реаниматологов, гинекологов, неонатологов, кардиологов, хирургов, урологов, психологов, специалистов по лучевой диагностике и организаторов здравоохранения. Тема съезда трудный диагноз педиатрии. Мультидисциплинарный подход от простого к сложному. Съезд был организован при поддержке правительства Москвы, Департамента здравоохранения и Морозовской детской городской клинической больницы. Это для нас очень значимое событие. В Москве последние 6 лет происходят большие серьезные изменения в здравоохранении. И если раньше мы всегда мечтали, стремились попасть за рубеж на учебу, но и сейчас мы не склонны от этого отказываться, то буквально последние поездки в пекинскую больницу детскую, во французские центры, они показывают, что то, что произошло у нас, оно вполне соответствует. И мы находимся абсолютно в мейнстриме. Мы разговариваем сейчас с нашими зарубежными коллегами на одном языке. Доклады на третьем конгрессе педиатров очень продуманные, хорошо подобранные. Я думаю, что это великолепная площадка для развития непрерывного медицинского образования. Особое внимание на съезде уделено педиатрической липидологии. Проблема с наследственными с липидемией в настоящее время является достаточно актуальной и представляет собой серьезный трудный диагноз, вполне совпоставимый с другими серьезными патологиями. И, наверное, отрадно то, что как раз в период работы данного конгресса и данной нозологии, клинической липидологии, педиатрической липидологии здесь будет рассматриваться. Тема липидологии в педиатрии новая. Мы обсуждаем проблему гиперхолестериномии, микробиоты, то есть состояние кишечной микробиоты у больных, у детей с различными заболеваниями, в том числе с нарушением липидного обмена. Эта проблема очень важна в педиатрии и сейчас на базе детской больницы имени Башляевой, по-старому это Тушинская детская больница, мы создаем городской центр, липидный центр. Наш главный врач, профессор Асманов Исмаил Маганович поддерживает нас во всех начинаниях, поэтому сейчас вот такой крупный центр московский по выявлению и лечению детей, у которых есть нарушение липидного обмена, как раз создается на базе большой многопрофильной больницы, которая является клинической базой нашей кафедры педиатрии. В городском съезде приняли участие специалисты из детских поликлиник. Это один из немногих форумов, адресованных педиатром первичного звена. В таком большом городе, как Москва, как говорит Александр Григорьевич Румянцев, наш академик, город детства, почему-то ранее не было общего педиатрического конгресса по различным проблемам педиатрии, в том числе специализированной помощи. Под эгидой правительства Москвы, Департамента здравоохранения Москвы, главного внештатного специалиста-педиатра, три года назад данный конгресс был организован и вот, как мне кажется, успешно проходит уже третий раз. Надеюсь, что данный конгресс будет полезен коллегам и поможет улучшить эффективность, качество и доступность всех видов специализированной помощи и будет полезен в общении педиатрам и их коллегам, узким специалистам. Одной из новаций Третьего Московского городского съезда педиатров стало представление педиатрических лечебно-профилактических учреждений, детских больниц, стационаров, детских поликлиник, диспансеров, детских отделений родильных домов и детских санаториев.